Агропромышленный комплекс страны расширяет границы. Удвоить объемы экспорта такую цель перед аграриями поставили в майском указе президента. Реализацию приоритетного проекта обсуждали на расширенном совещании в Казани. Его провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Какие задачи стоят перед регионами, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. После ужесточения санкционного режима в стране увеличились объемы выпуска пищевой продукции. Регионы полностью обеспечены зерном, овощами, сырами, мясными деликатесами. Этот список можно продолжать. Приоритетная задача, которую в своем майском указе обозначил президент, нарастить долю экспорта. Реализацию важнейшего для агропрома национального проекта обсуждали на расширенном совещании в Казанской ратуши с участием главсубъектов. На выставке в Казанской ратуши продукция с приставкой «Эко». Спрос на нее продолжает повышаться. Причем заказы из-за рубежа поступают на большинство предприятий агропрома. Ежегодно реализуем за границу Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан до 6,5 тысяч тонн. Из них семена в Азербайджан и Киргизию, Узбекистан, в основном семена. А Казахстан продовольственные картофели. В республике по итогам прошлого года доля экспорта продукции АПК превысила 23 миллиона долларов. Ключевым торгово-экономическим партнером региона выступает Китай. Вообще продукция экспортируется, продукция АПК в 26 стран мира. Наша сильная продукция, что 80% всей продукции – это переработанная продукция, не сырье, то есть не зерно. В основном, конечно, кондитерские изделия – около 70%. Кроме этого, разные соуса, горчицы и так далее. В 2018 году первый раз Чувашская республика экспортировала в Германию, в Иран зерно и масличные культуры. И по прогнозам, объемы экспорта зерна в ближайшие годы вырастут. Спросом за рубежом также пользуются мясо, молоко, масло и конфеты. Но чтобы наращивать долю продаж, необходимо больше производить и развивать глубокую переработку продукции. Сегодня Приволжский федеральный округ занимает почетное второе место в России по производству продукции АПК. По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза – с нынешних 1,2 млрд до 2,8 млрд долларов. Чтобы достичь поставленных целей, округу необходимо значительно увеличить производство сельхозпродукции, предназначенной на экспорт. В частности, к 2024 году необходимо нарастить валовый сбор зерновых культур до 31,8 млн тонн, сбор масличных культур до 7,3 млн тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 3,4 млн тонн. Рост экспорта должны обеспечить и новые предприятия. В Чувашской республике в ближайшее время начнет работу современный тепличный комплекс. Всего же в регионах округа только в сфере АПК будет реализовано более 20 инвестиционных проектов. Со стороны аппарата полномочного представителя регионам округа будет оказано необходимое содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации федерального проекта. И с 1 января 2020 года должна заработать новая государственная программа по развитию сельских территорий, над которой в настоящее время активно ведет работу министерство. На первый план выходит и поддержка фермеров. Для хозяйств, реализующих новые проекты, предусмотрели льготные кредиты. Мы довольны как объемом выдаваемых кредитов предприятиям агропромышленного комплекса, так и качеством обслуживания этих кредитов. В целом это измеряется не только деньгами, но и количеством возведенных комплексов, количеством производимой продукции. Так что я считаю, что Чуваши, во-первых, это очень крепкий филиал и крепкий регион. Глава региона отметил, что национальный проект открывает перед аграриями новые возможности. И для тех, кто будет продавать свои продукции на экспорт, будут соответствующие субсидии выделяться. Михаил Игнатьев обозначил и другую задачу. В ближайшие годы в республике должно увеличиться количество предприятий, чья продукция сертифицирована по международной системе качества. И продукты переработки по качеству отличаются с учетом особенностей нашей республики. Поэтому выражаю слова благодарности всем сельхозтоваропроизводителям Чувашской республики. Национальный проект «Стратегия на шесть лет вперед». Задача республики – нарастить долю внешней торговли в секторе АПК более чем в два раза до 50 миллионов долларов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Исказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова